Зачем России выборы? Ведь за людей уже все решено. Будут ли оппоненты у Путина? Кто они? И может ли российская оппозиция повлиять на выборы? Об этом поговорим с политологом Игорем Рейтровичем. Итак, по мнению Совета Европы, в России диктатура. И если уж на то пошло, то зачем тогда России нужны какие-то демократические атрибуты, такие как выборы? И почему сейчас в России так много разговоров о предстоящих президентских выборах? Дело в том, что для правящего режима, который есть на сегодняшний день в Российской Федерации, все-таки важно получение какого-то одобрения со стороны электората. Поскольку это не монархия, то есть здесь власть не передается, скажем так, из поколения в поколение, таким атрибутом являются псевдодемократические выборы. То есть они, с одной стороны, позволяют России и дальше эксплуатировать тезис о том, что мы демократия, что у нас есть все атрибуты демократического режима. С другой стороны, получать вот таким образом одобрям определенной части населения, которая ходит на выборы, там есть такие, к сожалению, достаточно много, которые голосуют за действующую власть. Кроме того, важный момент заключается в том, что игра вот в демократию и постоянное апеллирование к вот этим демократическим нормам, принципам и стандартам, которым занимаются представители российской власти, а в научной сфере там вообще, извините, в Акханале они на полном серьезе пишут про какую-то демократию в России, приводят какие-то примеры, какие-то доказательства, что выглядит, конечно, дико, но тем не менее у них такой дискусс существует. Так вот, в том числе для российской власти вот эти игры в демократию, это еще и способ такого, знаете, ненавязчивого подрыва самой идеи демократии. Они показывают части стран, что смотрите, мы на самом деле можем быть глубоко авторитарными и даже частично тоталитарными государствами, но будем называть себя демократическими и требовать от других государств, чтобы они относились к нам как к демократическим государствам. И им это удавалось сделать достаточно много лет и удается делать в значительной мере сейчас. Но обратите внимание, даже один из основных союзников на сегодняшний день России, Северная Корея, называется Корейской Народно-демократической Республикой. То есть, ну это, конечно, очень смешно выглядит, учитывая, какой режим там существует, но тем не менее. Поэтому в этом плане для них это, ну вот игра в демократию выполняет внутреннюю функцию и в какой-то мере внешнюю функцию. Они показывают, что есть альтернатива, называйтесь демократиями, но при этом вы будете править там 20 с чем-то лет, у вас будет абсолютная несменяемость власти, у вас будет силовой аппарат, который будет дышить любое инакомыслие, а оппозиция будет только та, которую мы назначим. Ну вот вы как раз вспомнили о силовом аппарате, дышащей любую мысль, любое инакомыслие. И мы видим, что Россия построила такую полицейскую структуру, которая довольно серьезно держит под контролем все население. Зачем тогда Кремлю одобрение электората? Можно просто поставить его перед фактом. Можно поставить перед фактом, но здесь есть такой момент. Идеологи вот этого режима, обоснованно, кстати, это ужасно, но это обоснованно, считают, что люди, которым все-таки правильно промыть мозги, которые будут ходить и вот так вот публично высказывать свою лояльность, ну они будут просто лучше, наверное, работать, лучше относиться к этому режиму. То есть не обязательно давить только кнутом, можно использовать еще пряник. Вот это, кстати, то, что отличает Российскую Федерацию от некоторых других авторитарных государств, которые не заморачиваются какими-то пряниками, а на самом деле используют исключительно кнут. Здесь как бы более тонкая игра, плюс это ставка на определенную часть населения, которая любит рассуждать о каких-то демократических нормах и так далее, и которые, кстати, искренне верят, что у них демократический режим. И они могут говорить все, что они хотят или делать все, что они хотят. А то, что они 20 с чем-то лет голосуют за Путина, ну это как бы их собственное мнение. Это, кстати, очень хорошо, знаете, напоминает один анекдот советский, когда поспорил американец с москвичем по поводу того, есть ли там демократия. Он говорит, я могу выйти на улицу в Вашингтоне и кричать «Долой Рейгана». Ему поспич говорит, я тоже могу выйти на Красную площадь и кричать «Долой Рейгана». То есть это очень важный такой момент, который вот построен в России, но для части населения это важно. То есть они как бы считают, что мы уже не вернемся к Советскому Союзу, у нас своя демократия, но она такая специфическая, она как бы с русским дужком за пашком, но тем не менее демократия. Ну и это хороший инструмент манипулирования, это хороший инструмент выпускания пара, что смотрите, вы же сами пришли, проголосовали. Кстати, это еще для части населения, которое, например, не приемлет Путина и в каких-то других обстоятельствах могло бы даже выступать против него, это тем не менее такой сигнал, что, потому что привести к гражданской войне, ну вот смотрите, 2-3 его поддерживает, 70 или 80%, даже больше, да, идет за него, голосует, соответственно, вы вот эти вот 10-20% должны смириться с волей большинства. Почему? Потому что демократия. Потому что демократия это всегда власть большинства. Ну с учетом интересов меньшинства, ну на России как бы на это внимание не обращают. И вот, в принципе, за много лет они отточили эту схему, и эта схема остается достаточно рабочей. Поэтому вот такое признание именно диктаторским режимом, ну если оно еще приобретет какой-то более глобальный характер, это на самом деле очень важный шаг, потому что он даже информационно подрывает вот эту историю про российскую демократию и про то, что они ничем не отличаются от Великобритании, Франции, Германии или, о боже, там, Соединенных Штатов Америки, с которыми они любят во всем состязаться и рассказывать, как у них там все плохо, нехорошо и так далее. Тут, кстати, есть такой парадоксальный момент, если там все так плохо, от чего вы берете тот тип государственного устройства, который характерен как раз для стран, которые вы считаете своими врагами, и такими странами, которые как-то неправильно развиваются. Насколько важна для российской элиты вот эта легитимизация через выборы Путина? Ну, оно важно для российской элиты. Смотрите, тут интересный момент. Тут не столько это важно именно для российской элиты, сколько, наверное, важно для Путина как один из инструментов влияния на российскую элиту. То есть он показывает, вот смотрите, за меня выходят люди, они за меня голосуют, вы хотите кого-то другого? Ну, вы же уже пробовали, какие-то там олигархи когда-то и шли на выборы, он бы Ксюшу Собчак на выборы посылали, или она сама и шла, ну, тут уже не важно, да, или Кремль ее послал, Путин просто за тут уже как-то на самом деле было. И он показывает, ну, идут-то за меня, любят меня. Если бы, как бы, вы хотели поставить на кого-то другого, наверное, вы бы такого человека уже нашли, и мы бы, ну, жили бы там в другой реальности. Но этой реальности как бы нет. А есть реальность только, где большинство людей ходит голосовать, соответственно, за Путина. Поэтому для него это очень важный такой инструмент демонстрации, что если бы вы даже хотели что-то изменить, у вас бы все равно не получилось. У него, кстати, был очень интересный момент, когда Медведев заканчивал свой первый срок, а Путин должен был его менять. У Медведева, конечно, было, наверное, искушение попробовать остаться. И тогда для того, чтобы, кстати, это искушение перебить, организовал Путин, ну, его там люди, ближайшие, его там окружение, организовали несколько очень крупных таких митингов, ну, там в разных частях России, на заводах, и не только на заводах, чтобы показать таким намеком Медведеву, а ты столько можешь, молодежи, которая там про Батафон, или про что он там рассказывал, да, Силиконовую долину, Сколково, сможешь столько людей как бы вывести? А Медведев не смог. И поэтому в этом плане, конечно, этот такой уровень дополнительной легитимации, он важен для тех, кто при власти. А элита, просто смотря на этот уровень, она с другой стороны списывает и будет списывать обязательно на себя часть ответственности. Что, смотрите, ну, это же не мы как бы за него голосовали, за него проголосовало 70 с чем-то процентов, ну, я так понимаю, на последующих выборах, так называемых, у него будет там 85, чтобы как бы окончательно показать, что он единственный там вариант для России, и он умрет вместе с Россией, и Россия умрет вместе с ним. Но для элиты это, в принципе, сигнал, и сигнал достаточно показательный. Кстати, она в этом плане занимает точно такую же позицию, которая занимала немецкая промышленная элита, промышленная, не политическая, там, партийная, а промышленная элита во времена Второй мировой войны, которой после поражения все как один говорили, что да, мы работали на режим, да, мы как бы были там даже членами национал-социалистической рабочей партии, но мы почему это делали? Потому что фюрер законно избранный, за него проголосовало 93% населения, и мы не могли идти против, мы как бы шли с народом, и ответственность несет народ, а мы вот такие вот, ну, даже не приспешники, а такие попутчики. И, кстати, это прокатило, как бы это страшно не звучало, на всех процессах, которые против них открывались и велись после окончания Второй мировой войны, поэтому я думаю, что значительная часть российской, так называемой, политико-экономической элиты, они для себя вот это вот оправдание держат, и будут его потом уже когда-то после смерти Путина активно очень использовать. Народ голосовал, а мы как бы, как говорил герой одного советского фильма, что поделать, я из большинства. Гараж, да, был такой фильм. Вот точно такая же ситуация будет. Они скажут, это все народ, а мы вынуждены, как российские бизнесмены, у которых этот народ работает на предприятиях, мы, конечно, делали и жили по тем принципам, которые выбрал для себя народа. Как вы думаете, Кремль уже начал предвыборную кампанию? Кремль, по-моему, с нее и не выходила. Она у них перманентная в таком-то плане. Но если говорить вот о конкретных каких-то моментах, да, определенные элементы этой кампании уже присутствуют. Ну вот самый простой пример, это кратно увеличивающееся количество визитов Путина куда-то, внутри России. Опять-таки, я далек там от теорий каких-то конспирологических, кто там ездит, он, не он, двойники, не двойники, но такой вот разительный контраст между столами там под 15 метров и его там целующим детей, где там в Дагестане был или еще где-то там, да, встречался. Странно, как его Махачкалу не занесло, и он не поучаствовал в последних процессах. Это как бы говорит о том, что с него начинает лепить вот уже по сути такой образ для старта этой кампании, что он активен, он водор, он встречается с людьми, и кроме этого, ну мы видим уже определенные изменения, в том числе, в риторике, но это такая риторика уже окончательно утвердившейся осажденной крепости, которая может выстоять только тогда, когда центральный персонаж этой обороны Путин будет оставаться как бы при власти. Поэтому кампания уже началась. Единственное, почему мы ее не видим в таком, знаете, виде, кстати, демократическом, как это должно было быть в идеале, мы не знаем про конкуренты. Они вообще будут? Кто это? Кто эти будут люди? Кому разрешат там баллотироваться и выдвигаться? Вот это для нас как бы тайна сия покрытая мраком. Вот, кстати, по поводу конкурентов, где-то там около месяца, полтора назад проскакивала информация, что якобы Кремль подбирает оппонентов для Путина на будущие выборы и что они должны быть старше 70 лет. Почему такой критерий? Ну, потому что Путину 70. И, кстати, Путину посоветовали его пиарщики, что во всех разговорах, которые будут касаться, например, пенсионного обеспечения, вообще, ну, людей там пожилого возраста и так далее, он должен употреблять такую фразу «Наши старики, мы должны заботиться о наших стариках». Таким образом, подчеркивая, что он не относится к такой категории, ну, что он как бы моложе. То есть, как бы все знают, что ему типа про 70, но он, он как бы, ну, к сожалению, в принципе, на такой возраст не выглядит. То есть, он выглядит достаточно неплохо, вот, если брать, да, чисто вот так внешне. И, соответственно, все его конкуренты не могут быть просто моложе, потому что может возникнуть тот эффект, который, знаете, когда-то возник на первых в истории Соединенных Штатах телевизионных дебатах между Кеннеди и Никсоном, когда пожилой Никсон, очень плохо загримированный, не знающий, как себя вести вообще вот в студии под этими софитами, которые полили его там и вообще как-то очень плохо на него влияли, проиграл Кеннеди, который выглядел таким молодым жидчиком, который отвечал на вопросы и жестикулировал. Вот в Кремле на самом деле этого очень боятся, потому что это, ну, не то, что это сыграет там какую-то роль в поражении Путина, нет, он, понятно, выиграет, потому что уже все посчитано как бы печати поставлены, даты проставлены, это все уже там везде сложено и просто их вот надо перевести с одной точки А в точку Б. Но это может привести к тому, что какой-то там человек просто за счет своего возраста больше какой-то активности перенаберет на себя там часть внимания, ну и возможно даже какую-то часть голосов. Поэтому показывают, что с этим президентом мы будем жить еще долго, потому что он молодой, он мудрый, он активный и, как там говорил когда-то в анекдоте про Брежнево, да, я стар, я суперстар. Вот это в принципе про Путина. На ваш взгляд, какие еще будут выдвигать требования в Кремле к кандидатам, к оппонентам будущим Путина? Они вообще не должны будут касаться темы войны, это исключительно прерогатива Путина. Они могут выступать с позиции у нас же типа демократия, я вот решил как бы сделать себе какую-то там будущую карьеру и решил пойти на выборы президента. Кто-то может пойти по одной очень простой причине, это может быть требование, ну он типа лидер какой-то там крупной партии, условно, коммунистической или какой-то еще, но я образно говорю. И вот он как бы вынужден, потому что этого требует система. А по большому счету я думаю, что с каждым кандидатом будет проведена инструктивная беседа, где ему четко объяснят, что он может делать, и он должен будет действовать по принципу ты тут как бы гуляй-гуляй, но за ворота не выходи. Никаких каких-то там фигур, которые могут внести там некий диссонанс вообще в эту избирательную кампанию, просто не будет. Единственное, что она будет позволена всем кандидатам, это поведет Путин. И говорит, что мы, конечно, понимаем, что у нас нет шансов, но вот мы как-то хотим обратить внимание на то, что происходит, и поэтому мы как бы баллотируемся. Ну хотя я не исключу, что может быть, они реально откажутся вообще от какого-то даже такого соперничества, формально кого-то там назначат, а Путин проведет эти выборы как лидер типа военного времени, и на этом они поставят точку. Кадыров что-то такое, кстати, предлагал, ну вот могут где-то соблюсти все-таки видимость демократических процедур, но по-моему всему будет точно то же самое, что как бы вот планируется там в Кремле. На ваш взгляд, с какими месседжами будет идти Путин на эти выборы? Я думаю, что у него будет два ключевых месседжа, один я уже вспоминал, это Россия осажденная крепость, но в этой крепости как бы не все плохо, у нас есть там перспективы, мы хорошо живем, экономика развивается, непонятно правда куда, вниз это в принципе тоже какой-то процесс, движение, но это явно не процесс развития. И второй момент, надо потерпеть, надо затянуть пояса, все будет хорошо когда-то, когда мы победим, а победить мы можем только с Путиным. В принципе, никакие другие вещи, которые раньше для него были характерны, какие-то заигрывания там с молодежью в плане каких-то ипотечных кредитов или поддержки рождаемости или еще что-то такого, ну сейчас не будет. Это будет лидер военного времени, я, ну конечно, это будет немножко удивительно выглядеть, но в принципе возможно, если он в каком-то даже типа Френче появится, и вообще будет делаться максимально, он таким не взлупотреблял никогда, тут надо сказать про это, но он одевал, например, какие-то там военные куртки, бушлаты, когда куда-то приезжал, вот могут на этом в принципе сыграть, потому что уровень все-таки милитаризации российского общества он постоянно растет, и уже такое количество людей попали так или иначе в эту носорубку, ну там прямо, косвенно, забрали, не забрали родственники, друзья, что вот скорее всего вариант такого, такой милитарий вариант, он будет ключевой вообще во всей компании. Ну и опять-таки надо понимать, что у Путина здесь не будет просто конкурентов вообще, даже гипотетически, он верховный главнокомандующий, никто другой не имеет права не делать какие-то такие заявления, это только может делать он. Обычно перед выборами власть раздает плюшки электорату, и в принципе политологи предполагают, что возможно и перед этими выборами тоже будут какие-то кидаться деньги на инфраструктуру, на какую-то помощь, разовую, или там поднятие пенсии, всякое такое. Но это в свою очередь разгоняет инфляцию. Будет ли Россия, российское правительство придерживаться баланса здравого смысла в управлении экономикой, что собственно будет дальше вести к ослаблению рубля, или будут держать до выборов курс рубля любой ценой, чтобы не испортить красивую картинку мнимой стабильности? Я думаю, что тут два момента есть. Первый момент. Они будут держать полс рубля и в принципе будут, конечно, какие-то колебания, но эти колебания не будут катастрофического, скажем так, характера. Будут палить ресурсы, будут палить запас, который у них есть, но вот это для них очень важно. Но при этом никаких аттракционов невиденной щедрости на регулярной основе не будет. Скорее всего, будет каких-то несколько разовых выплат определенным слоям населения, типа пенсионеры, еще люди, которые частично находятся на пенсии, даже электора Путина. Им какие-то такие подачки могут сделать, для того, чтобы простимулировать и держать на том уровне, на котором держат. По всему остальному им главное сохранить хотя бы тот темп выплат за убитых, которые не придерживаются на сегодняшний день, потому что если они отойдут от него, это может привести к проблемам. А никаких других социальных льгот, усиления социальной политики, просто их не будет, поскольку на это нет денег. говорил один персонаж денег нет вы держитесь. Это очень похожая история, но аргументация будет очень простая. Мы осажденная крепость, у нас бюджет военный очень серьезно вырос, мы тратим все деньги на оборону, поэтому надо потерпеть. И опять-таки вот этих плюшек единоразовых для его ядерного электората хватит с головой, для того, чтобы они пришли и проголосовали, больше на сегодняшний день не надо. Какие-то более серьезные шаги не будут предприниматься в силу отсутствия ресурсов. В сентябре и октябре ожидали, что Россия может объявить мобилизацию, но начался осенний призыв, что говорит о том, что мобилизации до конца года не будет, потому что российская машина милитарная не способна этих два процесса соединить. Будет ли мобилизация после Нового года или все-таки будут держаться до выборов? Я думаю, что они будут стараться держаться до выборов. Кстати, не потому, что они боятся каких-то последствий мобилизации, социальных. Они просто нашли альтернативу. Это очень простая альтернатива. Уже там подсчитали, что они приблизительно сейчас за месяц теряют в Украине около 20 тысяч, но это в основном безвозвратные потери. То есть это те, которые уже убиты или так ранены, что они уже не вернутся в строй. Но они нашли механизмы, которые позволяют им набирать около 20 тысяч каждый месяц. Это так называемый план по добровольцам. То есть когда на предприятии в регионы спускается сверху план, так и называется план по добровольцам, и чиновники должны идти определенное количество добровольцев. это люди, которые идут не по призыву, это люди, которые подписывают контракты. Ну они как правило процентов 80 это делает через механизмы давления. То есть либо они там алименты или кредиты, долги, или там просто им говорят, как это было на некоторых предприятиях, еще там как это, знаете, децимация в римской войске, там каждого десятого вытянули. если ты не пишешь контракт, не подписываешь, мы тебя увольняем, сейчас придумаем за что, причем еще по статье какой-то. У людей просто нет другого выхода. Они попадают в такую ситуацию, когда они вынуждены идти служить. Это кстати очень напоминает частично царскую еще армию, когда бывало такое, что можно было одного отправить служить за 20 человек, и выбирали или сирот иногда, достаточно часто, или еще кого-то, самых бедных каких-то. Это очень похожая ситуация сейчас на России. И пока они могут потери восполнять этим набором, они будут воздерживаться от мобилизации. Но если ситуация после нового года кардинально для них поменяется, минус конечно, и они увидят, что становится хуже, жестче и так далее, а мы верим, что так и будет, потому что начнет постепенно поступать и то вооружение, которого мы давным-давно ждем, и оно явно же будет иметь эффект на поле боя, возможно, им придется эту мобилизацию огласить в каком-то там урезанном варианте, но перспективный план у них дотянуть до выборов без мобилизации. Ну и рассказывай сказки о том, что сколько у нас добровольно пошли служить, подписали контракт, и как у нас в принципе хорошо. Может ли либо за границей? Нет, российская оппозиция никак не может повлиять на эти выборы, но она может покритиковать, она может запустить какой-то флешмоб, но понимаете, тут есть такой момент, люди, которые находятся за границей, представители российской оппозиции, они не имеют вообще уже никаких шансов каким-то образом изменить ситуацию в России. Кстати, исключительно из-за того, что они выехали с этой страной. Как бы при этом к ним не относился российский народ, большинство относится может быть и негативно, но факт того, что я это делаю за границей, для россиян на самом деле имеет очень большое значение. Сейчас среди российской оппозиции нет единого мнения, как себя вести, как относиться к этим выборам, например, Навальный, который сидит в тюрьме, призывает бойкотировать выборы, чтобы не легитимизировать псевдовыборы Путина. Например, Максим Кац, который находится за границей, он говорит, что наоборот, есть смысл пойти на выборы, для того, чтобы показать, что нет стопроцентной поддержки только Путина, чтобы продемонстрировать, что в России есть общественное мнение, которое против нынешней власти, и показать это через выборы. На ваш взгляд, кто более прав? Понимаете, идея пойти на выборы и показать, что есть альтернатива, она неплохо выглядит, но тут есть один нюанс, где гарантия, что то, что эти люди напишут в бюллетенях, будет внесено в финальный протокол. Это ключевой момент. Поэтому мне кажется, что истина между Навальным и Кацем, она посередине. То есть надо идти на точнее так, надо идти к избирательному участку, и там становиться каждому в одиночный пикет, который у них разрешен, с каким-то плакатом «Мой голос против», например, или «Прошу не учитывать мой голос», или «Мой голос украдут, поэтому я не иду на выборы». картинка большого количества людей на всех участках, которые будут стоять и говорить, что мы не голосуем, потому что выборов нету, или мы не принимаем участие в фарсе, потому что не допущены реальные лидеры оппозиции к выборам, тот же Навальный и так далее, это мне кажется единственный возможный вариант. Понятно, что всех этих людей заломают, понятно, что их загребут, они получат по 15 суток, а может быть кто-то получит и больше, но если создать массовую такую картинку, это конечно сможет хотя бы каким-то образом информационно подорвать тот процесс легитимизации путинского режима. Просто не идти сидеть дома, ваши голоса посчитают в стопочку за Путина, а пойти туда и нарисовать там что-то в бюллетене или написать там идите все вслед за российским военным кораблем, все равно вас посчитают в стопочку за Путина. Поэтому нужно какой-то искать публичный сценарий, который позволит показать, что огромное количество людей против этого всего. Да, и вот что они не поддерживают вообще эти выборы и выступают против. И понятно, что это попадет в сюжеты, это невозможно будет скрыть, если это будет по всем городам, по всей России, тогда можно будет говорить о каком-то успехе оппозиции. Но это только при условии, если найдется пару сотен тысяч таких людей, которые готовы будут это сделать. Если таких людей не будет, тогда лучше просто не ходить. Поскольку хотя бы по крайней мере это даст дополнительные сложности фальсификаторам сфальсифицировать явку. А для Путина кстати на этих выборах не важен процент, который он получит. Он уже написан, я еще раз это говорю. Ему важно показать в том числе картинку. Очереди, толпы, люди, журналисты в толпах, вы что сюда пришли, я пришел проголосовать за Путин, нельзя говорить про это, видимость демократии, в отличие от нас. Но я пришел поддержать стабильность, это сложное время, вот это ему надо, чтобы это транслировалось с утра до вечера и потом прости Организация Объединенных Наций мог там тыкать каким-то листом и говорить «Посмотрите, народ и партия едины, все поддерживают Путина, а вы тут попытаетесь канцелить россиян». Не получится, потому что Путин и Россия это как бы единое целое. Вот если сорвать вот это, вот эту явку, это был бы конечно неплохой вариант. Но я, честно говоря, пока не вижу перспектив это сделать. Да и не вижу желания у большинства россиян все-таки вспомнить, вспомнить, что они ну наверное где-то граждане и граждане государства, которое опять-таки называет себя демократическим. Как вы думаете, могут ли какие-то вообще черные лебеди возникнуть у российской власти во время этих выборов или после них? Ну смерть Путина прекрасный черный лебедь, мне кажется. Это такой пикирующий мистер Шмидт. Это конечно был бы ну реально я имею в виду официальная смерть. И не та дурня, которую там разгоняют анонимными телеграм-каналами. Это первый момент. Ну второй момент конечно может быть связан с каким-то вот сценарием типа а-ля Вагнер 2, который вот был. Но опять-таки предпосылок для этого на сегодняшний день нет. Поэтому тут сложно сказать, что такой сценарий возможен. Варианты победы Украины я не считаю просто черным лебедем. Поэтому я их не называю или каких-то неуспехов на фронте. Черный лебедь это что-то неожиданное. Неожиданное. А победа Украины в стратегической перспективе она все равно предоопределена. Несмотря на все трудности, про которые мы знаем, говорим, обсуждаем и думаем, как их, скажем, так решить. Поэтому вот таких черных лебедей на России на сегодняшний день особо нет. Хотя всегда нужно понимать, что что-то такое может возникнуть. И в 89-м, в 90-м году и даже в начале 91-го вряд ли кто-то мог сказать о том, что пройдет совсем немного времени и Советский Союз не просто распадется, а сделает это соглашительным таким треском. А могут ли вообще выборы отменить Россию? Могут отменить выборы, если Путину нужно это будет для повышения эффекта именно от необходимости каких-то жесточайших там, жесточайшего закручивания гаек. Например, той же мобилизации, про которую мы с вами говорили. То есть, если они понимают, что ситуация на фронте плык, надо что-то менять, менять можно только за счет мяса. И, кстати, вот опять-таки, они же мобилизацию используют как пропагандистский инструмент для Запада прежде всего и как бы побугать нашу. Смотрите, мы можем еще там миллион загнать под ружье, нам как бы плевать, бабы еще на рожае. Поэтому в этом контексте для них, конечно, будет выгодно отменить, отложить выборы. Ну, это очень просто сделать режим военного положения и все, никаких выборов. И большинство россиян скажут, да, все правильно, не надо выборов. Вот как бы выиграем и тогда будем уже эти выборы проводить. Но этот сценарий у них есть, он пока не является каким-то основным, но это вот, кстати, один из элементов такого, знаете, черного лебедя, который вот критическая ситуация, надо запускать его, да, тогда они его могут в принципе запустить. Спасибо большое за комментарий. Хорошего вам дня, всего доброго. Спасибо. Спасибо. Спасибо.